Кадры из реальной жизни Смотрите на эти фото, 15 тысяч ретвитов Посмотрите Боже мой, это же почти конец света За исключением того, что это кадры из 2014 года Вау И более чем 250 пожарных Конец мира был 3 года назад И никто даже не заметил И знаете, никто не сказал об этом лучше, чем сама Сара Сильвермен Молимся за Вашингтон Молимся за Орегону Молимся за Монтану Молимся за Техас Молимся за Калифорнию Молимся за Флориду Нет, 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 нет Извините, мы не молимся Не молитесь, голосуйте за правительство, которое верит в науку Это точно Вот так-то, Вашингтон Вот так-то, Вашингтон Надо было думать раньше Вашингтон Надо было думать раньше, Вашингтон До того, как ты устроил эти пожары Мать природы по-настоящему злится Окей Я клянусь, Вашингтон Надо было дважды подумать Прежде чем голосовать за Трампа, Вашингтон Пожар был вызван подростком с фейерверками Не-не-не-не-не Это сделал сам Дональд Трамп Это был Дональд Трамп Вы голосовали за государство, которое заботится о природе? А? Ещё мне очень нравится, как это... Ну, как здесь забыли про Мексику? Внезапно Мексика не так уж и важна. Это ужасно, это всё ужасно. Я пытаюсь шутить на эту тему, но это так сложно. По мне это так отвратительно. Смотрите, как звёзды используют природные катаклизмы. И, ну, вы знаете, винить поджоги подростков, продвигая свою политическую болтовню. Ну, понимаете. И чья бы сторона это ни была, факт того, что они воспользовались этим, для меня выглядит так отвратительно. Если это такие звёзды, которые живут в пузыре, отгороженные от мира, и они выплёскивают свою злость, и не понимаю, как это сраный... Боже мой. Потому что, ясное дело, ураганы никогда не обрушались на сушу. Как на этой картинке из 2004 года. Это всё вымысел, понимаете? Ну, как фейковые новости. Это были фейковые ураганы. Мир мог видеть, чем это всё закончилось, но нет. Эти ураганы не считаются, окей? А сейчас Трамп. Это всё... Трамп. Всё это вина Трампа. Эти ураганы... Пф... Хотите сказать, что ураганы приходят в период ураганов? Во всём вина Трампа! Послушайте Дженнифер Лоуренс. Если вам сойдёт с рук то, что вы можете платить кому-нибудь меньше, тогда делайте это. Знаете, многие не выбирают путь морали и говорят, нет, это несправедливо. Или вы можете пофилософствовать и сказать, почему мы так боимся женщин? Боже, какая же ты тупая. Ну, конечно, нет, ну, конечно, тебе платят меньше, потому что ваген дерьмовый, Дженнифер. И ещё страшно осознавать, что... Наука доказала, что... Человеческая деятельность... Климат меняется из-за деятельности человека. Ну, как бы ты летаешь куда хочешь на частном самолёте, Дженнифер. И мы продолжаем игнорировать это. Ну, тут она не врёт. Ха-ха-ха. У нас остался один голос, избирательный. Но мы можем только голосовать. Или вы проголосовали? И мы проголосовали. Это было... ошеломляюще. И знаете, когда смотришь на Урагана сейчас, это сложно. Особенно во время продвижения этого фильма не... Не чувствовать ярость. Гнев матери природы. Боже. Ну, знаете что, она права. Природа зла. Америка проголосовала за Трампа, а природа топила за Хиллари, чтобы победить. Чёрт! Мать природы злая! Посылаю вам ураганы! Вы должны были голосовать за Хиллари! Получайте! Как же можно быть такой тупой? Мой бог, как такое могло произойти с тобой? Я не понимаю, аж мозг взрывается. Во время продвижения фильма сложно не... Не чувствовать... Гнев матери природы! Потому что ураганов раньше не было. Сейчас сезон ураганов, и он использует его, чтобы обвинить правительство. Дональда Трампа. Боже, ну и дебилы. Ну, знаете, плохие люди были у властей до этого. Чингис Хан, Йосиф Сталин, Адольф Гитлер, и теперь Дональд Трамп. И вот тогда природа сказала... Уф, хватит. С меня довольна. А сейчас вы почувствуете мой... Грех. То есть... Злость. Выпускайте ураганы! Я надеюсь, никто... Я надеюсь, никто не узнает, почему это происходит. Чёрт, Дженнифер. Она гонит на меня. Вас смущает президент Трамп? И я не считаю его смущающим меня. И я думаю, что знаю, что он такое. Что меня смущает, так это как кто-то может использовать факт того, что люди теряют свои дома из-за наводнений и ураганов. И ты говоришь об этом, чтобы продвинуть свои политические взгляды. Как будто ураганов никогда не было. Как будто наводнений никогда не было. Для меня это просто отвратительно. И когда ты даже не веришь в то, что ты говоришь. Надеюсь, однажды я смогу стать таким же просвещенным, как Дженнифер Лоуренс. Ээээ, ты остался без крыши над головой? Пф, нужно было думать перед тем, как голосовать. Понял, да? Природа мать была за Хиллари. Я надеюсь, что все, кто был затронут наводнением ураганов в безопасности. Вы наверняка знаете больше, чем я, и знаете, что делать в таких ситуациях. Меня просто раздражает это. Когда вижу, как люди используют негативные. Трагедии, чтобы продвинуть свои мысли и идеи, и поэтому я хотел высказаться. На сегодня всё. Складфан Джутсу. Ярость! Продолжение следует. Продолжение следует...